Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики! И кто не подписан, тоже здравствуйте! Наконец-то я решилась приготовить панатоне! Не знаю, взяла рецепт, как будто бы итальянки, женщины, которые живут в Италии. Посмотрим, что получилось, как получилось. А я-то, конечно, тоже еще не знаю, потому что с этой порцией 3 штуки получилось. Я еще не разрезала. Если вам интересно, как это все происходило, смотрите, пожалуйста, видео. Значит, нам для приготовления нужна часть обыкновенной муки высшего сорта и мука вот такая специальная с большим, с повышенным количеством протеина. Видите, 12. Конечно, лучше, когда 13,5, но я не нашла. Само замешивание теста, это не столько тяжело, как долго. Вот сейчас первый этап, что я должна сделать, это я беру, можно брать сахар, но я возьму мед, 2 чайные ложки меда. У меня он немножко такой подстывший, но в молоке в тепленьком я его расколычу. Значит, 2 чайные ложки меда, 60 граммов молока. Я нагрела, температура должна быть где-то 30 градусов. 6 граммов живых дрожжей. Тоже смотрите, чтобы они были свеженькие. И вот это вот все мы должны сейчас замесить, вот такое перемешать, такое липкенькое тесто. И вот использую именно вот эту вот 100 граммов сильной муки. Я буду называть ее сильная мука. Я сейчас вот отмерю, потому что я взяла упаковку, отмерю 100 граммов этой муки. 100 граммов муки. Сейчас беру молоко. Так, у меня молочко чуть-чуть больше нагрелось, чем норма. И 2 чайные ложки, вот я сейчас наскребу, вот одна и вторая. И в молочке это все растворим. Если у вас жидкий мед, пожалуйста, используйте. Нету меда, берем 2 чайные ложки сахара. Так, все. Мед растаял и молочко остыло. Не больше 30 градусов, ну 32 пусть будет. Дрожжи. Так, размешиваю это все. Маленькие крупинки остались, это не страшно. Это у нас получается первое тесто мы готовим. Вот 100 граммов сильной муки обязательно я ее просеиваю. Так, и теперь замешиваю такое, как липенькое такое тесто у нас будет. Не знаю, вот я взяла 60 граммов молока, все как положено, все как по рецепту. Но я смотрю, что тесто у меня, ну вот оно чересчур густое. Вот как будто бы сюда просится немножко молока. Мне кажется, должна добавить сюда немножечко молока, потому что, вот смотрите, видите, оно не липкое. Оно прямо такое замечательно. Вот, буквально столовую ложку. Вот и, пожалуйста, дается рецепт, дается рецепт итальянкой. А по идее, это нельзя назвать липким тестом по тому количеству. Все, вот это вот липкое тесто, я понимаю. Все, и теперь я его прикрываю пленочкой и оставляю вот в таком, можно вот так сделать. Оставляю, один час засекаю, созревать. Вот называется этот процесс созревать в тепле. Один час. Так, прошел один час. Я поставила просто в теплую воду. Смотрите, вот видите, как выросла чуть-чуть масса сама по себе. И теперь я убираю с теплого места в холодильник или вынесите на балкон на 12 часов. 12 часов прошло. Я достала вот эту, будем говорить, закваску нашу из холодильника. Просто конденсат появился. Чтобы сказать, что оно прямо у нас вот выросло на 4 этажа. Нет. Вот такая масса получилась. Видите? Вот такая. Вот она как будто бы немножко подсохла. Там внутри она более такая жидкая. Все, это пока в сторону. И сейчас вот у меня ингредиенты есть для второй. Тут у нас три получается этапа. Это второй этап. Здесь, смотрите, у меня 4 яйца. И вот немножечко я взяла лишний получился белок. Желток оставила, а белок забрала. Почему? Потому что нам нужно 220 граммов обычной муки. Здесь вот 50 я досыпала сильной муки, будем так называть. 80 граммов сахара. 8 граммов, но я тут взяла 9. Вот по дрожжам у меня очень большое сомнение, но буду делать по рецепту. 9 граммов дрожжей я взяла. И здесь 170 граммов яиц. 4 небольших, но у меня такие великоватые, поэтому я немножко убрала. 170 граммов в общем. И 90 граммов сливочного масла мягенького. Что я сейчас делаю? Я сейчас возьму яйца, чтобы сахар растаял. Вот я беру. Все, сахара нету, не надо здесь сильно так прямо взбивать до пиков. Сахар растаял, и этого достаточно. Дальше. Теперь я беру дрожжи. Вот сюда вот так вот их. Я буду вымешивать рукой, поэтому яйца я достала. Они у меня всю ночь были на кухне. Теперь я беру вот эту вот нашу так называемую закваску. Вот она, смотрите, какая, видите, такой коржик. Так, здесь все тоже выбираю. Она холодная. И сейчас я должна вот это все, не знаю, я бы лично сделала эту закваску, чтобы она была как опара наша, чтобы она была жиденькая. Ну, не будем спорить с итальянцами. Я вот решила перемесить это все миксером. Так, и сейчас я высыпаю вот эту муку, которая у меня есть. Наверное, не всю сразу, вот так немножко оставлю, потому что опять-таки может быть немножко проблемка. Перемешиваю. Тесто будет у нас жидкое. Так, все, можно смело высыпать всю муку. Я пробовала на вкус эту сильную муку и нашу. Не знаю, я большой разницы не вижу. Даже в цвете она вот одинаковая. Вы видели, что она там была насыпана в ту емкость, то в цвете она абсолютно одинаковая. И мы его будем вытягивать в течение 10-15 минут. Тесто здесь не такое, как на нашей куличи. Оно будет такое жидковатенькое. Сразу шпатель приготовьте. Так, сейчас маслом немножко так смажу поверхность. Высыпаю сюда тесто. Это все выпираем. И вымешиваю, добавляя в 3-4 приема 90 граммов мягкого сливочного масла. Я вам скажу честно, по работе у меня просто немножко получается, что я буду готовить куличи эти ночью. По работе лучше рано утром встать, поставить первую закваску. Потом вечером сделать то, что я сейчас сделаю. Ночь постоит и утром выпекать эти панатоны. Вот это будет намного легче. Все, сейчас я играю с тестом. Ничего здесь страшного нет. Видите, немножко подлипает. Ну, пока у нас есть масло. Когда не будет масла, будем этим шпателем снимать. Вот эти я помогаю шпателем. Понятно, что вот это все делает машина. Миксера. Ну, у меня... Я могу миксер включить на это тесто, но я не хочу. Не во всех есть миксер. Такой, что тесто вымешивать. Вот шпателем прямо снимаем с рук. Мне кажется, вы включите и все это увидите. И у вас никаких вообще вопросов не будет. Так, вымешивая. Все, вот собрали. Я чуть-чуть мукой присыпала в миску. И теперь вот это тесто сюда раз. Это все забираем. Видите, на столе ничего нет. Чистый стол. Вот так его. Накрываю пленочкой и оставляю вот в таком состоянии на отстой при температуре 26 градусов. То есть сильно жарко не надо. Комнатная температура, как у вас в комнате, 26 градусов оставляю на 1 час. Засекайте время. Вам нужно здесь будет все время, как говорится, на часы смотреть. 1 час за тесто забываю. Смотрите, я тут тепленько поставила на окно. Где-то 25 градусов, 24. Посмотрите, тесто у меня выросло. Оно увеличилось. И все. Здесь, я так думаю, что и вкус, и все остальное отличается от кулича, что мы подошло и мы уже формируем. А здесь вот оно подошло тепленькое. Сейчас, вот я минута 15 оставлю просто здесь, потому что тут теплей, температура чуть меньше. И потом отправляю опять в холодильник на 12 часов. Вот цифра 12 часов. Хотя я разговаривала с женщинами, которые живут в Италии. Они говорят, мы готовим за один день. То есть они, видно, ночь постояла 12 часов и утром встают туда-сюда 6 часов. И этого достаточно, и уже выпекают. Ну что, время вышло. И я достаю тесто. Вот оно какое, смотрите, у меня. Видите? Подшедшее, но прохладное. И ставлю сейчас тепленькое место. Вот здесь у меня от конвектора идет тепло. Накрыто, чтобы не засыхало. Видите, какое оно выросшее? Просто холодное. Оставляю на 2,5 часа. Ничего не трогаю. Просто достала и 2,5-3 часа пусть оно у нас вот здесь постоит. Я приготовила ингредиенты, которые необходимы. По идее, это у нас уже будет третье тесто. И беру тесто, которое простояло 2,5 часа в тепле. Осторожно пленочку, потому что надо будет нам это еще пленочка. Так, смотрите, какое тесто получилось. Оно липкое. Вот оно, видите, какое липкое. Значит, я взяла 2 целых яйца, 2 целых и 3 желтка. Выбила вот сюда. Сахара я беру 100 граммов. Можно добавить сюда цедру апельсина. Дальше 150 граммов муки, уже обычной нашей муки. И опять-таки 90 граммов сливочного масла мягкого, который будем вмешивать, как мы вмешивали первый раз. И пакетик ванильного сахара. То есть, вы добавляете цедру с апельсина, если у вас есть. У меня ее нету. Значит, я буду без цедры. Щепотку соли, потому что без соли будет невкусно. Добавляю сахар. И вот это чуть-чуть взобью. Просто венчика. Так, достаточно. Теперь выливаю это все в это тесто. Мука у нас 150 граммов. Смело сюда отправляю. Так, и сейчас начинаю вот это все вмешивать. Ну, я вам скажу, что за 2,5 часа тесто, которое вот я сейчас вымешиваю с холодильника, оно не стало теплым. Ну, такое оно. И не холодное, и не теплое. Вот видите, какое оно однородное. И сейчас я могу взять... Вот шпатель у меня черный, он хороший. Он не такой скользкий, и он не ездит. Вот такие шпатели обеиха. А тут красивый, бирюзовый, но для этих целей он не очень подходит. Вот этот хороший. Так, беру масло, частями тоже делим на три части. И потихонечку, пока вот эту первую часть вмешиваю в миски, а потом уже перейду на стол. Если вам удобно в миске, пожалуйста, но мне удобнее на столе. Вот я масло вмешиваю, ничего сложного нет. Вот я беру его, вытягиваю. Видите как? А теперь уже мне просто легче на столе, поэтому я сейчас снимаю немножко с рук тесто. Вот так. Высыпаю его сюда и начинаю вымешивать на столе. Так, все. И теперь начинаю дальше вмешивать вот это масло. Я одну руку, а вторая рука у меня шпатель. И теперь чуть терпения подбираем все шпателем и вымешиваем. Мне должно масло-то это все вмешать сюда. Давайте по кусочку еще кусочек. Вот видите, я его начинаю так как взбивать об стол. И тут у меня уже вот, прямо вот, обратите внимание, видите, вот, 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 образуется такая воронка. Так, ну что, все. Никакой муки. Вот я его повымешивала. И достаточно. Видите, оно уже не расплывается. Оно липкое, но оно не расплывается. Вот я его собираю, смотрите, в кучку. Оно так оно и держится. Сейчас подбираю все вместе. Отбираю руку. Все, смотрите, миску я чуть-чуть присыпала мукой. И теперь собираю это тесто. Вот так вот раз. И сюда. И это точно так же. Видите, как бы оно какое-то страшное оказалось, липкучее. Ну, пусть себе липнет. Это такое тесто у нас. С помощью шпателя мы все сделали. Накрываю той же пленочкой. И опять-таки 24-25 температура на 2,5 часа оставляю. Пусть тесто это входит. И пусть тесто подходит. Пока у нас тут тесто будут ходить, мы должны приготовить дополнение. Я возьму вот изюма. Ну, не знаю, полстакана. Дальше. Возьму, у меня цукаты сегодня будут натуральные. Это вяленая вишня, которую я готовила. И так же возьму клубнику. Тоже я вялила ее. Это все натуральное, очень вкусное. Вот такая клубника. Так, и теперь залью водичкой градусов 85-90. Что, достаю тесто. Посмотрите, какая красота. У меня оно 3 часа так постояло. Но оно, видите, какое липенькое. Так, сейчас оно отстанет. Останется не страшно. Теперь просто вот так руку в муку рядом поставила емкость. И начинаю отбивать. Смотрите, какое оно шикарное. Так, и смотрите, на сито я выбросила цукаты, чтобы они подсохли. И добавляю. Вот сейчас я добавляю не сразу, а сейчас. Вот у меня лука. Шикарное тесто, конечно. Лучше делить. На столе это все. Так, высыпаю сюда тесто. Вам скажу, что хорошо это ставить на ночь. То есть, вы поставили на ночь. И с вечера. И раз, вот сейчас, пол второго я встала. Все это. Вот, не надо сильно его там добавлять муки этой. И не надо сильно его разделять. Сразу беру противень. На него ставлю вот эти формочки. Смазывать не буду. То есть, вот это тесто я поделю на три части. Вот, одну часть я делила. Закруглить ее надо чуть-чуть. Вот так. Отклеивайся. Ручку муку. И вот сейчас на уку вот так вот раз. И сюда форму. Вот эта перемеска, последняя она займет у вас ровно 7 минут. Соединение с сукатами. Так, теперь. Вот, подвигаю сюда. Вот так, видите, как получилось. Накрываю чуть-чуть вот это в тесте. Но не страшно. Вот так. Ай, поймалась. Все. И оставляю опять подходить куличи на 2,5 часа. Продолжаем. Смотрите, как подошли. И вот одну я немножечко больше положила в тесто. Видите, как. Так, аккуратненько снимаю. Видите, уже когда хорошо подошло, уже на пленке, вам видно, нету теста. Вот. Видите, чистое. Если, например, вот мы снимали, что у нас получилось здесь тесто. Теперь я беру ножницы и нужно вот посерединке, как бы, ой, эти такие тупые у меня, конечно, ножницы, как крестик вот такой вот разрезать. И теперь вот в эту ложбиночку по кусочку, по такому небольшому, сантиметр на сантиметр сливочное масло. Духовку я включила. Мы будем выпекать наши панатоны при температуре 175 градусов. Все. Буду, конечно, стараться сделать, чтобы верх не подгорел. Сверху еще здесь поставлю один противень. Все. 175 градусов 50 минут. Ну что, опять, смотрите, температура даже 160 стояла. Вот противень, внизу противень. И все равно у меня по времени верхушки загорелись. Я не знаю, что делать с этой духовкой. Стужать куличи. Если те куличи наши мы просто переворачиваем на решетку, то здесь мы должны взять вот такие длинные деревянные шпажки и вот так вот посередине... А, сейчас, секундочку. Сначала бумагу проколоть. А потом вот так вот выходит через всю... Видите, вот, смотрите, что я сделала. Я прокалываю кулич двумя параллельными... Я думаю, вы поняли, да? Вот так. Бумага такая... Ой, плотная. Почему двумя, чтобы не упала. Вот, видите, как получилось. И вот так теперь переворачиваю. То есть, наши панатоны будут вот так вот остывать вниз головой. Когда я прокалываю, вот палочка выходит, она абсолютно сухая. Это говорит о том, что панатоны полностью готовы. Все, висят между двух стульев панатоны. Пусть полностью остывают. Кто мои хорошие? По, как говорится, раз волшебной палочкой. И то, что вы видели, что немножечко подгорело. Еще раз надо все сесть, обдумать, что... И одеть шапочки. Одеть шапочки, чтобы не горело. Но я вам уже показывала, как избавиться. Это терка обыкновенная. Вы все это вытираете. И я вам скажу, что вот так подвешивать куличи, это очень-очень хорошо. Даже обыкновенные куличи, чтобы они остывали, не на бок, не падали. Вот именно на длинных шпажках. Ну что, мои хорошие? Вот я так украсила. У меня ничего яркого не было, потому что вы видели, что цукаты я все уже израсходовала. Сейчас нам осталось единственное это разрезать. Ну, давайте сейчас вот я сниму вот это украшение. И глазурь я сделала шоколадная. Еще, конечно, она не совсем, как говорится, подсохла. Ну, а мы будем сейчас с вами пробовать. Вот смотрите, какие красавчики. Вы сказали, волнуетесь? Да что там волноваться? Что бояться? Ну, я вам скажу, они такие легкие. Они такие легкие, потому что я же их... Ой, режется как шикарно. Полностью остыли. Полностью. Ну, Господи, поможи в час добрый. Открываем книжку. Ах ты, елки-маталки. Какая же красота. Да, посмотрите на структуру. То, что у меня там что-то подгорело чуть-чуть. Да, настроение, честно говоря, упало. Но то, что внутри я вижу... Но единственное, что у меня нету такого аромата цитрусовых. Надо добавить вместе с ванильным ароматизатор цитрусовый. И цедру. Цедру апельсина будет очень-очень красиво и вкусно. Но структура... Так, давайте я сейчас вот... Вот я возьму кусок. Просто-напросто вот отломаю. Смотрите, как ломается. Замечательно, правда? Стоило того, что я все-таки два дня и ночью вставала, перемешивала и вымешивала. Просто замечательно. Ну, теперь самое главное попробовать, как же вкус. Имена панатонной я пробовала. Даже Виталия я пробовала. Давайте попробуем, что получилось у нас сегодня. Пробую. Так, а теперь я скажу, что вот отличается от нашего кулича. Мне мало сахара. Я бы добавила больше сахара. Вы видели, как тесто всходило? Вы видели, какое тесто получилось? Замечательно. Оно просто замечательно. Стоит того, чтобы с ним немножечко повозиться. Ну и потом. Добавьте еще шафрана или добавьте куркумы, чтобы он желтый был. И, конечно же, цитрус. Цитрус. Я не знаю, почему я ароматизатора не добавила. У меня есть. Потому что панатоны кусаешь и вкус цитруса. А у меня вкус клубник и вишни. Все, мои хорошие. Я надеюсь, я не прозываю вас готовить это к Пасхе, потому что, может, кто-то испугается, что это тяжело. Нет, ничего тяжело. Просто я сделала в ночь первое тесто, а вы сделаете рано утром. И тогда у вас все будет шикарно. У вас день постоит. Получается, вы за сутки сделаете. А у меня двое суток это все стояло. Двенадцать часов, двенадцать часов. Так что, не бойтесь. Я вам советую приготовить вот такой вот панатоны. До свидания. До новых встреч. Все получится, если у вас есть желание. И самое главное, не расстраивайтесь. Вот видите, у меня, да, вроде бы как-то и настроение упало, все. Но из любой ситуации есть выход. Вы видите, какие они были темные и какие они сейчас замечательные. До свидания. До новых встреч. До побачения. До новых встреч. И, конечно же, подписывайтесь на канал Алла Ковальчук. Ставьте лайки, дизлайки. Оценивайте видео. До свидания. До новых встреч.